Приветствую вас. Я думаю, что для начала необходимо определить, почему вам тяжело общаться с людьми, почему вам тяжело взаимодействовать с людьми, то есть, ну, я имею ввиду вот именно, почему вам тяжело общаться с людьми, с которыми вы, я так, если я правильно вас понял, с людьми, которые вам, ну, не знакомы, да, то есть, люди, которых вы не знаете, вот. Я думаю, что в этот момент его, конечно, надо бы поисследовать, вот. Тем более, что вроде бы вы говорите, что с подругами и с знакомыми людьми вы общаетесь, хорошо, то есть, тут никаких проблем нет, а, соответственно, проблемы возникают только, когда вы начинаете общаться, ну, с мало знакомыми для вас с людьми, вот. Я думаю, что с этим можно и нужно разобраться, я думаю, что это можно и нужно поисследовать, я думаю, что это можно и нужно изучить. Вот, ну, пока что, пока что очень похоже на то, что вы просто в себе не совсем уверены. Пока похоже на то, что вы себя недооцениваете, пока похоже на то, что вы просто зажимаетесь, боитесь, может быть, оценки вы боитесь, может быть, вы обратные связи, какую-то от людей боитесь, может быть, чего-то еще боитесь, вот. То есть это нужно исследовать. И вот вы пишете, да, что с другими людьми я не знаю, о чем разговаривать, специальное ловкое молчание. Тут все очень просто. А какие у вас интересы? Вот именно у вас. Какие именно у вас интересы? Что именно вам интересно? Вот. И соответственно это нужно исследовать. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. То есть если у вас нет ничего общего с людьми, то естественно вам будет сложно с ними взаимодействовать, тяжело взаимодействовать. Вот. Ну потому что вас ничего не связывает между собой и, конечно, вам сложно найти что-то общее. Вот. Но если будут более четко определены и, что важнее, приняты ваши интересы, вами самой, то ситуация может стать гораздо более приятной для вас, гораздо более позитивной для вас. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот. И соответственно вы уже сможете для себя выработать какие-то модели поведения более-менее привычные. Вот. Ну, тут опять же речь идет о том, что вы стесняетесь, тут опять же речь идет о том, что вы, вероятно, себе как-то не доверяете, вот, там, в силу, в силу ряда причин. Вот. Вот. То есть это все такие достаточно важные и значимые моменты, которые желательно проработать. Вот. То есть почему вы в себе сомневаетесь? Почему молчание для вас неловкая штука? Вот. То есть это, мне кажется, вот, то, что в том числе нужно исследовать, да. Ради чего вообще вы с людьми общаетесь? Ну, в принципе, зачем вы общаетесь с людьми? Чтобы что? Вот. Это также очень важный момент. Вот. Потому что если вы общаетесь для того, чтобы реализовать какие-то, например, свои проблемы, то это одно дело, если вы общаетесь для того, чтобы потому что вам человек интересен, ну, просто вот, интересен человек, это немножко другое дело. И если вы общаетесь, потому что вы что-то хотите для себя, например, приобрести, что-то получить, что-то узнать, то это еще один момент. И мне кажется, что и то, и то заслуживает того, чтобы с этим, ну, определиться. Вот. Это определиться тем, для чего, ради чего вы общаетесь с людьми. Если вы с этим определитесь, то никаких проблем не будет у вас при налаживании общения. Ну, а молчание само по себе, да, это не страшно, это оно продиктовано, ну, скажем так, либо необходимостью, либо ситуацией, либо что-то еще. Вот. 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 Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Вот. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok